всем доброго времени суток с вами геленджик life сегодня у нас 30 июня 2016 года последний день первого месяца лета который все удачно уже закончили вот ну что можно сказать хотелось бы немножко поговорить вообще вернуться к теме интересных моментов про геленджик ну и поделиться с вами некоторыми моментами ну например все знают что в годы великой отечественной войны как я вам уже и говорила геленджик был практически полностью разгон разрушен бомбами которые сбрасывали немцы на нашу родную землю вот но самое интересное что в послевоенный период после вот этого этих грустных событий у народа поднялся как бы дух и именно в этот период времени в 50 60-е годы город геленджик начал усиленно развиваться ну именно в эти годы были многие санатории расширены построены новые спальные корпуса медицинские корпуса кабинеты и уже в 1952 году в городе курорте геленджика насчитывалось 27 санаториев и домов отдыха на 5220 коек но это было только начало этого великого раза процесса разрастания города геленджика конечно наверное основные основным хочется отметить такой момент что в 1963 году как говорили на курорте побывало 400 тысяч жителей а вот сейчас курорт города геленджика город геленджик посещают более трех миллионов отдыхающих и например прошлом году в 2015 городе курорте геленджике побывало 4 миллиона 37 тысяч человек это конечно колоссальное количество народу которая побывала в городе именно за пять последние лет за пять последних лет город геленджик неоднократно назывался а именно четыре раза становился лучшим городом черноморского побережья выиграл в краевом конкурсе лидеров туриндустрии курортный олимп то есть занял такое почетное звание как лучший город вот ну и что хотелось бы наверное отметить интересные моменты да например то что период с 1970 года по 1980 год геленджике были построены новые на тот момент современные санатории как раз таки где мы купаемся построен был пансионат санаторий ломоносов сосновая роща в этот период времени была построена которая тоже считалась современным санаторий полярная звезда пансионат голубая волна и новый санаторий красная талка ну и различные детские еще санатории были построены то есть можно сказать что советский период времени когда для геленджика это было то время поскольку именно в этот период времени происходила масштабная стройка различных санаториев и пансионатов и конечно же очень жалко что в момент распада союза советского а именно в 90-е годы они стали тяжелыми годами для как бы города геленджика потому что в этот период времени ну в принципе можно сказать и сейчас на курорте находятся в основном работающие пансионаты которые были построены далеко в советский период времени вот и сейчас практически нового ничего не достраивается все пользуется старыми тоже самый сосновая роща ломоносова известны полярная звезда красная талка то есть те современные пансионаты которые сейчас просто подлатали подремонтировали но построены они были как раз именно в тот период времени так что есть конечно свои плюсы сейчас курорт пользуются популярностью многие сейчас конечно на сегодняшний период времени вынуждены сюда приезжайте потому что турция египет пока закрыты но я думаю что наверно ни у кого не оставляет равнодушным этот прекрасный город который расположен на черноморском побережье россии вот конечно от большого количества туристов есть свои минусы наверное я могу сказать что не только плюсы в отдыхе в городе геленджике смотрите если вы любите спокойный размеренный отдых не любите большое количество народу любите соединиться с природой то скорее всего вам геленджик не подойдет потому что город геленджик это город тусовки где люди постоянно куда-то идут с одной стороны набережной на другую обратно пытаются пройти ее за один день побив для себя какой-то личный рекорд вот то есть если вы не любите это движение да то скорее всего вам подойдут более какие-нибудь тихие поселочки которые для вас будут не так напряжно как громкая музыка на набережной в городе геленджике да или огромное количество народу и толпа которая толкает вас локтями вот наверное хочется еще один такой минус добавить как мне конечно когда 70 тысячный город приезжает количество человек десятки раз больше соответственно 4 миллиона да то и мусора становится конечно больше если вы увидите на на улице города геленджика в курортный сезон мусор или какие-то там предметы жизнедеятельности людей знаете это все благодаря как бы отдыхающим появляется хотите чистый город приезжайте сюда зимой здесь чисто спокойно и тихо но есть конечно минусы не покупаетесь ну вот то что хотелось бы отметить про город геленджик рассказать про его расцвет и про то какая сейчас ситуация в городе геленджике вот с вами был геленджик лайк спасибо за внимание ставьте палец вверх подписывайтесь на наши видео всем пока